И к нашему эфиру присоединяется Игорь Рейтерович, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Вот какой сигнал получил Кремль? Как вы считаете, там ведь очень пристально следили за этим визитом? Ну, настолько пристально, что у них истерика второй день уже не заканчивается. Они не знают, к чему присыпиться, но на самом деле выходит очень плохо, поскольку визит был чрезвычайно удачен, чрезвычайно показателен. Я бы даже в какой-то мере сказал беспрецедентен. Главный сигнал, который получил Кремль, это сигнал о том, что Соединенные Штаты Америки и другие страны, как минимум НАТО, они абсолютно не отказываются от помощи Украине. Более того, эта помощь будет даже увеличена, причем по тем направлениям, которые наиболее актуальны для нашей страны. В данном конкретном случае это военно-техническая поддержка и поддержка нашего энергетического сектора. Мне кажется, что внешнеполитически это был ключевой сигнал. Не просто так было и дата в определенной мере визита выбрана. И те месседжи, которые там прозвучали, причем как суз-президента Украины, так что важно суз-президента Соединенных Штатов Америки, но они однозначны для Российской Федерации. Ей следует забыть о вероятной даже какой-то в своих иллюзиях и фантазиях победе в Украине, а выводить войска и думать о том, как она будет расплачиваться за все то, что она совершила на территории Украины. И, судя по всему, этот месседж ключевой дошел до Российской Федерации, поскольку те заявления, которые они себе позволяют, говорят о том, что они его правильно поняли, но все равно будут стараться каким-то образом переломить ситуацию, бросая сотни тысяч военных на фронт и надеясь таким образом изменить ситуацию на поле боя. Вот говорили президенты Зеленский и Байден о формуле мира. Это 10 пунктов условий прекращения войны, которые были озвучены Владимиром Зеленским еще в ноябре этого года на саммите Большой Двадцатки. И вот глава Белого дома Джо Байден поддержал инициативу своего украинского коллеги провести в скором времени саммит мира для скорейшей реализации формулы мира. Давайте послушаем прямую речь. Россия может остановить эту агрессию, если захочет, но вы можете ускорить нашу победу. Я знаю это. И эта победа докажет любому потенциальному агрессору, что уже никому не удастся нарушить границы другого народа, совершать зверства и господствовать над людьми против их воли. Наивно ждать шагов к миру от России, которой нравится быть государством-террористом. Россия нести еще отравлены Кремлем. Как вы полагаете, вот этот посыл был услышан, и вот этот саммит мира, когда и где он может пройти? Я думаю, что он пройдет в ближайшее время. Понятно, что это будет уже 2023 год, потому что надо провести определенную подготовку. Но это однозначно будет зима. Я слышал там разные уже, как бы называли даты. Некоторые в том числе касались февраля. То есть не так долго ждать, учитывая особенно тот факт, что явно же там будут присутствовать не только Украина и Соединенные Штаты, а масса других каких-то стран, которые поддержат нас в стремлении изгнать агрессора с нашей территории и сформировать, по большому счету, новую систему глобальной безопасности. Потому что Украина в основе этой системы теперь будет находиться, ну на самом деле, долгие годы. И про это надо говорить уже сейчас. Поэтому, по большому счету, надо учитывать, что нет никаких разногласий у нас с нашими союзниками касательно той формулы, которая была предложена Украиной. Да, есть, возможно, какие-то вопросы к деталям, инструментам реализации определенных направлений этой формули. Но глобально, глобально есть понимание, что то, что предлагает Украина, это справедливо, это соответствует всем международным нормативно-правовым документам, и это то, что примет прежде всего народ Украины. И вот президент, кстати, неоднократно про это говорил, это очень правильная была позиция. Почему? Потому что если мы говорим о демократии как таковой, а Соединенные Штаты Америки прекрасно знают, что такое демократия, то прежде всего это воля народа. И президент Зеленский это постоянно подчеркивал. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы узнаем больше конкретики касательно организации этого саммита. Кто там будет присутствовать, какая будет форма вообще проведения, и что будет по результатам этого саммита принято. Скорее всего, это будет уже более детализированная формула мира, предложенная Украиной, с конкретными шагами по выполнению тех или иных пунктов. И это будет позиция Украины и мирового сообщества про окончание войны. Вот то, что любят кричать Россия и ее пропагандисты, что мы готовы садиться за стол переговоров, но при этом они не называют на каких условиях, они не понимают вообще, что происходит, какие цели вот этой войны, которую они развязали против Украины. У Украины позиция совсем другая, у нас есть четкое понимание, и очень хорошо, и правильно, что это понимание поддерживают другие страны. Знаете, ну вот после этой поездки уже звучат заявления, что Россия не видит шансов на мирные переговоры с Киевом, и эта поездка Зеленского в Вашингтон не принесет ничего хорошего. Это Песков делал такие заявления, я процитирую. Поставки вооружений продолжаются, все это безусловно ведет к обострению конфликта, это не сулит Украине ничего хорошего. Ну, в принципе, ожидаемая реакция. Ну, знаете, мне сложно даже это прокомментировать, потому что это неадекватный человек говорит. По его логике Украина должна просто сдаться, ну, то есть вообще не обороняться, и тогда как бы вопрос решится. Извините, ну, по такой же логике мы можем сказать, что то, что они устроили у себя на встрече военных с Путиным, о том, что мы там армию увеличим, новые самолеты будем строить. До полутора миллионов человек. Да, да, создадим нам два новых военных округа, там целые дивизии воздушных войск, вертолетов и так далее, ну, же по их логике они тоже должны разоружиться, и тогда все закончится. Ну, как бы это же понятный вариант, да. Поэтому заявление Пескова тут даже не стоит комментировать. Но почему он их сделал? Он их сделал, потому что у них была еще определенная иллюзия, что они что-то без Украины смогут порешать, например, Соединенными Штатами Америки. Они постоянно забрасывали такой тезис, что вот должен Путин встретиться с Байденом, они должны сесть, решить, что делать с Украиной, о чем-то там договориться. Штаты, конечно, должны сдать Украину в ихнем понимании, а Россия будет на этом пространстве делать все, что она считает нужным. Но Байден встретился не с Путиным, Байден встретился с Зеленским. И 21 раз аплодировал Конгресс Зеленскому, а не Путину. И поэтому они, видимо, поняли, что вот эти какие-то кулуарные игры, их ненадежды на то, что что-то поменяется в странах Запада, в контексте поддержки Украины, они просто развеялись как дым, ну, и они начинают переходить в свои стандартные риторики. Но эта риторика истерична, то есть она не подтверждена какими-то, знаете, там фактами или реальными действиями со своей стороны. Потому что даже то, что они делали заявление касательно увеличения армии и тому подобное, обратите внимание, это все касалось исключительно увеличения живой силы. У них на технику нет ресурсов, у них нет возможности что-то изменить в технологическом плане. Да, какое-то время еще набирать мобилизированных и кидать их в Украину, такие возможности есть. А других нету. Их, конечно, бесит, по-другому не скажет, та поддержка, которая есть у Украины. Причем эта поддержка, она не уменьшается, она, наоборот, увеличивается. Я думаю, что та система Патриот, которая будет поставлена в Украину, это будет только начало. Зеленский, кстати, про это говорил, сказал, что после Патриотов мы ждем еще Патриотов, ну и дальше масса других каких-то вещей, о которых Украина реально нуждается. И которые, кстати, были озвучены в этапном интервью нашего главнокомандующего заложного, который четко сказал, что надо Украине для того, чтобы провести деоккупацию своих территорий. Знаете, я вчера вот ознакомилась с этим документом, как они хотят реформировать армию. И вот для себя отметила такой пункт, что они хотят, чтобы теперь все срочники могли с первого дня срочной службы подписывать контракт. То есть, чтобы их могли сразу бросать, получается, в мясорубку. Ну, потому что у них возникали проблемы, когда срочники оказывались на фронте. Они же врали своему населению, что они там не оказываются. А там речь идет о тысячах убитых именно срочников. Мы помним историю из крейсера «Москва», который покоится на дне моря, сколько там срочников служило. И тут логика такая. Как только человека забирают в армию по призыву, он попадает в атмосферу, в которой на него давят со всех сторон. Командиры, сослуживцы и так далее. Человека просто прессует, и он за один-два дня подписывает сразу контракт, и он становится бесправным. С ним можно делать все, что угодно. Отправлять, отдавать приказы, отдавать под трибунал. Поэтому логика тут очень понятна. Как этого не заметили пока россияне, честно, для меня это загадка. Они вцепились в эту идею, что призыв будет по возрасту сокращен. Но на самом-то деле... С 21 года до 30. Да, на самом-то деле это приведет, наоборот, к увеличению этого призыва. Но не будут они брать 18-летних каких-то пацанов, потому что за ними мамы еще бегают и пытаются их как-то от армии отбить. Такие случаи, подчеркиваю, не многочисленные, но по крайней мере были на территории России. А после 21 года они будут считать, что человек уже такой, что никто не будет про него особо беспокоиться, а мы с ним сделаем все, что мы захотим. Поэтому это абсолютно людоедская такая тактика. И я все-таки надеюсь, что россияне это поймут, проанализируют и придут к очень простому выводу, что Россия собирается воевать исключительно их телами, потому что других каких-то ресурсов на сегодняшний день у нее по большому счету уже не осталось. Да, и вот возвращаясь к визиту в Вашингтон, выступая перед обеими палатами Конгресса США, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана угроза не только для Украины, но и для всех союзников Соединенных Штатов. Давайте послушаем прямую речь. Если Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается их уничтожить ракетами. Более того, Россия нашего союзника в этой геноцидной политике. Это Иран. Иранские убийственные дроны, которые поставляются в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так, один террорист находит другого. И это вопрос времени, когда они ударят по другим союзникам, если мы не остановим их сейчас. Мы должны сделать это. Ну, видите, аплодировали стоя. А выводы будут сделаны? Выводы будут сделаны. Мне кажется, что вот это выступление, оно было важно по двум причинам. Во-первых, оно показало, что двухпартийная поддержка сохраняется, она никуда не делась. Опять-таки, на надежды Российской Федерации. И Митч Макколлен, который сделал главное, мне кажется, заявление, он сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько это нужно. Во-первых, потому что это демократия. Во-вторых, потому что Америка всегда это делала. И в-третьих, самое важное, это совпадает с национальными интересами Соединенных Штатов Америки. Вот это важный момент. И второй момент, мне кажется, что вот те переговоры, которые были за закрытыми дверями, они непосредственно касались увеличения и расширения ассортимента той помощи, на которую ожидает Украина. Президент, кстати, очень красиво, тут надо отдать должное, намекнул на это прямо в зале Конгресса, когда сказал, что нам не надо американские солдаты, мы сами воюем, но нам надо такая техника, с которой наши воины умеют уже обращаться. И с техникой, которая ездит, и с техникой, которая летает. Ну, такой, знаете, был четкий намек на самолеты. Поэтому я не исключаю, что после Нового года, когда будет проголосован этот бюджет, и, кстати, заработает реальный ленд-лист, который пока еще не был запущен в действие, в силу объективных абсолютно причин, там могут оказаться те вещи, которые для нас на сегодняшний день являются чрезвычайно актуальными. Начиная от тяжелой бронетехники и заканчивая теми же самолетами. Ну да, и даже если какую-то новейшую технику, может, наши военные не знают, то они очень быстро учатся. Очень быстро. Знаете, когда-то, ну, буквально там пару месяцев назад было заявление одного немецкого генерала, который сказал, что он очень удивлен позицией немецкого правительства, которое не хочет давать леопарды Украине, аргументируя тем, что трудно научиться ими пользоваться. Он сказал, что украинские солдаты, и я, вот я не знал вообще, что такое леопард, я научился на нем ездить за две недели. Ну, украинские солдаты, я думаю, наши научатся там за неделю, потому что, по большому счету, они прекрасно в этих вещах разбираются, имеют дело с гораздо более серьезной техникой, там, хаймерсами, а сейчас будут иметь дело, например, с той же системой Патриот. И явно они будут учиться не месяц, явно за пару недель они уже будут знать, что и как делать. Поэтому вопрос тут исключительно в политической воле, и мне кажется, что эта воля будет. Почему? Потому что даже новый конгресс, республиканцы в новом конгрессе будут заинтересованы в успехах Украины, поскольку они могут потом эти успехи, как бы, знаете, это вот чисто по-политически не звучало, конвертировать свои успехи на следующих выборах, которые будут в 2024 году. Саммит ЕС Украины назначен на 3 февраля. Зеленского пригласили в Брюссель, сообщает Reuters. И вот по информации официальных лиц, тема саммита, вероятно, будет заключаться в том, что как ЕС может продолжить поддержку Украины в ее противостоянии агрессии России. Чего еще можно ожидать от этого саммита, как вы полагаете? Ну, я думаю, что там будет много таких негромких заявлений, которые будут касаться и энергетической безопасности Украины, и отдельных проектов, которые будут касаться уже непосредственно послевоенного строительства, потому что у нас уже есть такие сейчас моменты, и на тех территориях, которые были освобождены, надо уже заниматься реконструкцией, и, в принципе, мы уже это делаем, но это требует каких-то дополнительных средств, возможно, даже каких-то прямых инвестиций или привлечения европейских компаний, которые могут быть в этом заинтересованы. Но в целом, я думаю, что, конечно, саммит будет касаться вопросов максимальной поддержки Украины в противостоянии с Российской Федерацией, в военно-техническом плане, в финансовом плане. И не исключено, что отдельно там будут подниматься вопросы нашей интеграции в Европейский Союз. Но тут как бы ситуация достаточно неплохая. Нам есть чем идти. Почему? Потому что даже во время войны все те обязательства, которые на себя брала Украина, они в значительной мере уже выполнены, либо находятся на финальной стадии выполнения. И это и законы, за которые необходимо было голосовать, и продолжение тех или иных реформ. То есть у нас как бы война не стала, знаете, тем препятствием, когда от этого абсолютно отказались. Поэтому есть чем ехать, есть о чем говорить. И это будет дополнительно, кстати, раздражающий фактор для Российской Федерации, которая считает, что война нас отвлекает от более каких-то глобальных вопросов. На самом деле мы успеваем и отбиваться от них, и думать о нашем европейском будущем. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. Я напомню, Игорь Рейтерович, политолог, был с нами на связи. Спасибо.